Действие второе, скоморошина четвёртое. Ну что, рабятишки, хорошо отдохнули? Погуляли, пошалили или просто вздремнули? Ой, подгляди-ка, какой замарашка! Ай, нет, показалось, хороший мальчишка. Да ты погоди, как там наша Наташка? И не говори, аж схватила сердчишка. Так вам поди всем тоже знать интересно, где там Натальюшка, шо с ней и как? Сейчас, погодите, всё будет известно. Кто продолжает наши сказки, Мастак? Я продолжать буду. Ай, молодца! Эх, ламца-дрица, опца-римца-ца. Картина третья. Темница в замке змея. Змей вносит Натальюшку, грубо бросает её на пол. Ишь, какая! Тверда, как дубовая полена. Только сдря всё это. Упрямся, сколько хошь. А всё одно. Будешь моей женой! Натальюшка. Измял всю поганой. Руки плетьми висят, ноги, что колоды. Тяжелы. Но не сломил ты меня. Не верю я тебе. Не пойду за тебя. Лучше смерть! Змей. А у меня, знаешь, какой доктор имеется. Враз на ноги поставит. Эй, дурачё! Посечь я её. Да и так, чтоб не сидеть, не лежать три дни неумела. Бегом! Вбегают слуги. Хватают Натальюшку. Волокут. Сейчас поглядим. Какая ты есть упорная! Вбегает добраво. Оставь её. Только обозлишь. Уж больно ты скорый. Я поговорю с ней. Увидишь, она изменится. Эй, отпустите! Слуги выжидают. Змей. О чём это ты с ней говорить будешь? Добрало. О покорности, мой господин. О покорности? Да о тебе. О твоём большом сердце. О твоей великой душе. О любви твоей безбрежной. Змей. Ох, хитра ты! Ох, хитра! И почему я тебя сразу не предал смерти лютой? До сих пор не возьму в толк. Добрало. Ах, как же ты меня смерти предашь, когда я одна твои хвори унять могу? Кто тебе спину разминать тогда будет, да крылья упражнять? Кто настой целебный приготовлять, да бальзамы втирать? Кто былину тебе на ночь расскажет, да колыбельную споёт? Змей, ладно, ладно. Я ж чё, я ж ничего. Только царевну Евту непокорную, ты мне к завтрему приготовь, чтоб лицом была приятно и речами красна. Добрало. Ты лучше поди приляг, отдохни от трудов ратных да праведных. А я уж тута с ней сама уговорюсь, как подобается. А чтоб лучше тебе сполуся, испей-ка вот моего медвяного настоя. Утром проснёшься, как младенец, бодренький, здоровёхонький, даёт настой змею. Ну, будь по-твоему. Только смотри, не приготовишь мне к завтрему невесту мою? Снова в берёзку оборочу тебя на сотню лет на этот раз. Будешь ветром колыхаться на краю стены, с которой её бросят в ров на колья. Добрало, иди, иди, господин, приляг, отдохни. Дай только приказ отпустить невесту. Змей. Да иду уже. Эй, дурачё, отпустите. Не сметь трогать без моего слова. Слуги отпускают Натальюшку, скрываются. А сегодня с чем ты, медвяный настой, для меня и сделала? Добрало. Это старинный прицепт батюшки моего любимого, которого ты, господин, вместе с братцем моим казнить изволил. Сто трав в этом прицепте, да и горный мёд диких пчёл, да и кое-что ещё имеется. А самое главное, вьём моя любовь к тебе, мой господин. Отведай, свет мой, и ложись почивать. Ни о чём не тревожься. И сделаю всё, как ты сказал, змей. Хорошо быть посему. Уходит. Добраво устремляется к неподвижной Натальюшке, помогает добраться до постели, натирает снадобьями. Натальюшка приходит в себя. Ой, спасибо тебе, добрая душа. Только зря ты меня спасла. Лучше бы указала дорогу к омуту или верёвку принесла, чтобы удавиться разом. Добрал, что ты, что ты! Не говори такие слова. Грех это, большой грех. Посмотри-ка лучше на меня. Или не признаёшь, Натальюшка? Темно тут, а не разберу. Но голос вроде твой мне знаком. Тёплый твой голос, ласковый, будто подруга моя добрава зовёт. Вернулась, а будто из тьмы могильной добрава. Подруженька моя милая, И даже я и есть добрава. Венки мы с тобой вместе плели, Да песни пели. Вспомни, как по весне Хороводы мы с тобой водили. Тихонечко напевает. Натальюшка обессилена, Склоняет голову ей на плечо. Поверить не может, са. Неужто ты здесь, а? Мы же тебя отпели и похоронили. Похоронили пепел твой понад рекой полный, Веночки по воде пускали. Как же Бакуня-то сказывал, Что испепелил злодейский змей Тебя огнём? Добрава. Милая ты моя. Так ли я услышала? Бакуня, братец мой родненький, жив? Натальюшка жив, живёхонек, А батюшка твой сгинул в огне. Добрава. О, как же ты меня обрадовала, подруженька! Я же думала, Что оба они погибель лютую Приняли от змея. Испей-ка моего настоя многосильного Тебе в раз полегчает, Даёт Натальюшке настой. Да расскажи мне про себя. Да, Натальюшка, Спервоначалу ты мне расскажи, А я полежу немножко, Отдохну. Добрава. Да что тут сказывать? Как змейша налетел на нас! То закричала я раненой птицей, Закрыла от страха лицо руками. Только видела, что упал Папенька весь в огне, И Бакуня упал, Как травинушка косою скошенная. А змейша Оборотил меня берёзкою деревцем, Да и вырвал с корнем И унёс сюда. Три года стояла я берёзкою В саду его, И всё тосковала, Всё слёзы лила, Только никто не видел Моих слёз. Почему он меня, Сызновав человека, Оборотил, Про то мне неведомо. А только стала я травы собирать, Настойи да бальзамы приготовлять, За мёдом хаживать. А чтоб не убежала, Он стражу ко мне приставил. Янычар злобный с медведем на поводке Меня всегда сопровождал. Понемногу начала лечить, Хвори разные, Научилась сперва началу распознавать их, А потом и выхаживать. Очень мне помог дедушка один, Присылал прицепты с птичками, На бересте с ними передавал записочки, А в них рассказывал, Что, где, когда собирать, Как высушить, С чем приготовить. Иногда птички мне подолгу Сказывали всё, что дедушка посылал. Я ведь пока стояла берёзкою в саду, Много птичьего разговору наслушалась, И понимать его стала. Дед Гончар дедушку звали. Ой, большой он мастер. Натальюшка, что ты сказала? Как звали? Да, браво, дед Гончар. Знахар, ведон. Да и просто добрый человек. Натальюшка, да, это ты верно сказала. Дед Гончар великий мастер. Всем помогает в любом несчастье. Знахар, чародей, ведун. Ну, это почти что колдун. Травки собирает повсюду. А какую делает посуду? И глазу приятно на загляденье. И есть из неё одно объеденье. Класть не надо ни соли, ни перцу. Потом сама помоется и прыг в шкафчик за дверцу. Да, браво. Всё правду говоришь, подруженька. Он такой. И откуда ты знаешь про него, Натальюшка? Да и как же не знать. Свёкор это мой. Папенька мужа моего. Обтырки. Да, браво. Слыхала я, что есть у него сынок необыкновенный. А вот оно как, оказывается. Получается, что породнились почти что мы с тобой. Ведь мой учитель мудрый. И это родной твой свёкор, дед Гончар. Расскажи мне про него. Да про мужа. А то ведь столько годов, я ни о ком ничего не ведала. Натальюшка. Обязательно, любезная подруженька моя, расскажу. Только сначала ты свой сказ закончи. Да, браво. Так немного осталось. Вот и начала я пользовать недуги травами по прицептам деда Гончара. Тут змеющий меня к себе приблизил. Доверять даже немного стал. Но янычара с медведем не отменил. В один из дней прилетел он весь израненный. А откуда его прилетел, то мне неведомо. Призвал меня и приказал крылья его пользовать травами моими, да настоями с бальзамами. А коли не выправишь крылья к третьей луне, сказал, не жить тебе больше на белом свете. Ну и что ж мне делать-то было? Выправила? Хоть спать мне не пришлось все эти дни и ночи. Чтобы спать не хотелось, я песни пела потихонько, доживала смолу с медом, с травами сбитую. Понравилось вишь ему, как пою я. Стал меня чуть не кажен вечер призывать, чтоб пела я ему на ночь или былины, сказывала. А он как засыпал, начинал на своем языке разговаривать. Невнятно что-то бормочет, бывало, да причмокивает. Вот я как-то и попросила его научить. Натальюшка. — Змеиному языку? Да, браво. Нет, не совсем. Сначала просто сказала, что не понимаю, когда он во сне зовет меня и что он хочет. Он поверил и стал мне объяснять. Понемногу начала понимать, про что он во снах своих бормочет. — Знаю, теперь я секрет змея. Знаю, как можно погубить его. Натальюшка, говори. Говори скорее. Доброва. — Ч-ч-ч. — Погоди покуда. Кажись, шпионит кто. Уж не притаился ли змей? Идет к двери, распахивает ее. Вваливается полусонная голова змея. — Что ты мне дала? Каких таких трах настой? Доброва успокойся, господин. Хорошие это травы. Духмяные. Мною собранные. На воздухе в тенечке высушенные. В ключевой водицы вываренные. Тихо. К Натальюшке. Улыбнись ему. Сделай вид, что рада. Натальюшка морщась через силу улыбается. Посмотри, господин, как невеста рада тебе теперь. Видишь? Улыбается. Светится солнышком. Змей. Вижу, что улыбается. Верно служишь. Сегодня еще поживи покуда. Да пойди былину сказывать. Немедля пойди. Потом вернешься к ней. Добрава. Иду, господин, иду. Тихонько, Натальюшке. Потерпи. Как вернусь, открою тебе тайну змея. Змей и Добрава исчезают. Скоморошина пятая. Ух, как все повернулось, братишки. Ну, что, смотреть-то дальше будете, ребятишки? Нашей-то сказке еще не конец. И потому надо нам перенестися во дворец. Нужно обтырке с Бакуней разобраться. Эх, ланца дрится, обца римца ца. Картина четвертая. Дворец. Обтырка. Ты, брат Бакуня, доложи мне всю правду, как есть. И как дело было? А, я уж разберу, Бакуня. За яблочком я только на одну маленькую минуточку отлучился. Виноват я, знаю. Но как же мне было со змеейшем совладать? Кадыон мою саблю, как словно травинку изогнул, да сломал, да исплавил в единый момент. Да я ж тебе уже все сказывал. А про что добавить, если надо? Так в толк не возьму. Обтырка. То ты мне, как другу, сказывал. А теперь официально, для протоколу. Боярин. Про платок добавить надо. Бакуня. Опять ты за свое. Не знаю я, отродясь, никакого платка не видывал и не слыхивал. На праслину на мене возводишь. Обтырка, брат, не слушай ты его. Обтырка. Покажь платок. Бакуня. Нет у меня никакого платка. Царь в его клубнику заворачивал. А потом мы с ним клубнику у меня со сливочками и того. Боярин. Врешь, тать! Царь тут-то ни при чем. На дыму его. Все вспомнит. Все скажет. И про платок, и про то, как змею им махивал, и про сговор. Обтырка. Погоди-ка, торопыга. Ишь! Сразу на дыбу. Скорый какой. Бакуня, друг мой, самолучий. Боярин. Друзей, значит, покрывать хочешь? Изменшиков хочешь покрывать? Бакуня. Да не изменшик я! Не изменшик! Чем хочешь, поклянусь? Здоровьем! Животом своим! Боярин. Да клянись, чем хочешь. А я своими глазами видел тебя у стены с платком в руке. Вот, бьентом присягаю. Пауза. Обтырка. Отвиж, брат Бакуня. Кака получается гештория? И ты клянешься, и он присягает. Кто же из вас правду-то, говорит? Бакуня и боярин вместе. Я! Входит взволнованный царь. В руке платок. Царь. Тихо. А решение я тут решаете. Да шум шумите. А и кто мне ответ ответит? И где, понимаешь, доча моя скрывается от меня уже какое время? Упеть у ей тараханы головные разбежались. Упеть, понимаешь, того? Не сметь меня молчать, когда царь вопросы спрашивает. Или я не царь уже? Пауза. Боярин начинает медленно продвигаться к выходу. Куды пошел? Возьми свою вещь из города Парижу. А меня она ни к чему. Я по-хранцузски читать не обучен. Понапишут, понимаешь. Абтырка. Дай-ка, тестюшка, мне платок. Я разберу. Царь. А ты что, обучен по-хранцузски? Абтырка. Ага. Еще как обучен. Бакуня, этот платок? Бакуня. И он. Царь. Ежели что, так я видел. Бакуня его не брал. Я хошай глухой, но пока что не совсем слепой же. Это вент отвод. А еще махался им. А где он? Абтырка. Ах, улизнул. А ехиднин сын. Царь. И не говори. Такой прощалыга, что не приведи, Господи. Я уж измучился весь. Не знаю, как от его отвязаться. Все, понимаешь, проценты требует. А иди, доча моя. Абтырка. Бакуня. Догнать. Сыскать. Найти. Привесть. Царь. Подождь. С первоначалу кто мне ответ ответит? И где моя царевна, доча моя любимая? Отвечай мне, Абтырка. Куды девалась твоя законная жена? Бакуня. Ваше Величество, убегет же изменшик. Царь, куды ему бежать? Все деньги его тута, в банке, зарыты. Да не в одной. Моя лопата ему лишь тяжела. Так он из городу Парижу особенную лопату привез, значит. И банки того закопал тута. Эх, за околицей. Он за имя обязательно прибудет. У банок его и надо брать. Так что ты погоди, Пакеда. А отвечай на мой прямой вопрос. Куды делась доча? Абтырка. Я тебе, тестюшка, все чин-чинарем разъясню. А Бакуня все ж таки... Пущай псовую стражу упредит, чтоб ежели чего, боярина споймали. Царь. Ну, ладно. Твоя взяла. За то, что сливочки у тебя отменные были. И на стоечках мельная ошибка была хороша. Эх, прекращаю я тебе удерживать. А чё, ошибку умно сказал? Ты чё стоишь столбиком? Беги до псовой стражи! Ай, два! Бакуня. А, понял! Убегает. Царь. Да, с тобой, милый мой зятёк, мы сейчас разговор будем разговаривать. Абтырка. Величество моё любимое! Да говорить-то нам не о чём. Сдрятлой волноваться изволишь. Всё хорошо с Натальюшкой. Решила она мне сюрприз, значит, устроить. И с подругою... Царь. Посмотри мне в глаза. Абтырка. Смотрю. Царь. Нет, ты прямо в глаза мне смотри, а не в сторону. Я уже старенький же. Меня же не проведёшь же. Царь. Ежели выдержишь мой погляд, значит, правду говоришь. Абтырка. Выдержу. Не сумлевайся. Царь. Значит, с подругою она... Что? Абтырка. Что? Царь. Ты сказал, что она с подругою тебе решила устроить сюрприз. Я не знаю, что это такое. Ну, ты мне сейчас растолкуешь. Абтырка. Тестюшка. Право слово. Не знаю я подробностей. Она сказала тайно. А мне очень поспешать бы надать. Царь. Куды это? Абтырка. Да, тут... Недалеко. Ну, так, на день-два делов. Царь. Ага. День-два. Абтырка. Три. Само много. Царь. Ага. Ага. Попеть, значит, войну затеял. Абтырка. Да ну, какая же это война? Так, одного мордафея проучить бы надобно до конца, ламца-дрится. Оп, царинца-дрится. Царь. Царь. Именно шо-дца. Абтырка обнимает царя, гладит по голове. Абтырка. Величество, не волновайся, сейчас вот меч мой и копье возьму, и у всех все будет хорошо. Дочь твоя, дочь твоя, а моя жена, любимая Натальюшка, никуда не девается. Царь ламца, абтырка дрица, царь опца, абтырка римца, оба, ца, абтырка. Ну, пошел я, порывисто прижимается к царю, вскакивает, уходит царь. Вот такие вот дела, ребятки. Меч, говорит, возьму, и у всех, говорит, все будет хорошо. И что я, как отец, а после этого думать должен, а? И главное, все молчат. Вот, никто о царе не думает. А царь, он, между прочим, человек тонкой души. У него про всех она болит. А уж про родную дочь во сто крат больнее болит. Ребятки, может, хоть вы мне скажете, что у моей дочурки случилось? Чего они все молчат? Или елозят? Импровизированный разговор с залом. Дети рассказывают царю про то, что Натальюшку украл змей. Царь! Ой, ой, бяда! Ой, какая бяда-бяда! Это что ж, мне на старости-то лето петь, войну воевать? Ой, а иди мой-то меч, а шелом мой иди, а орден главного командующего в подпол шоль слазить. Может, там найдется? Уходит. Скоморошина шестая. Ламца-дрица, опца-римца-ца. Новая страница открывается. Снова вернемся к замку мы змея. Как там Наташка? Посмотрим скорей. Картина пятая. Добраво тихонько входит, выглядывает, проверяет, не притаился ли кто за дверью. Прикладывает палец к губам. Шшшш. Еле смогла уйти. Плохо он что-то спит сегодня, тревожно. Видать, снова какую-то подлость задумал и сделать. Испепелить кого-то хочет. Натальюшка, секрету, секрету сказывай скорее. Терпения ждать нету. Добраво. Секрета проста. Как вареная репа оказывается Наклоняется ближе к Натальюшке Шепчет Натальюшка На шее, добраво, да Шепчет Натальюшка Махонькая, добраво, с копеечку Не знать где, ты к ней углядишь Шепчет Натальюшка Сам прямо так и сказал Добраво, и не один раз сказывал Я сперва начала в толк не могла взять Про что это он, про какую-таку Смертушку лютую Кого, думаю, это он уморить задумал Потом поняла Про свою смертушку опасается он Родинку все прячет Прикрывает чем-то-нибудь Меня просил бальзам Сокрывающий сочинить Сочинила А как наносить стала Так мне захотелось Все это разом кончить да отомстить Ой, давно только это было Уж годков я не сосчитаю Натальюшка, чего ж ты столько годков ждешь Почему не отомстишь Почему не отомстишь за отца Ведь есть же у тебя иголки Иголкой можно отомстить Да, браво, нет иголок Не дозволено Ничего острого нет Но кроме иголок найдется чем отомстить Много, очень много времени носила я во рту Рыбью косточку Острую, приострую Все случая ждала Только поняла Что не получится у меня Боязно мне Погибнуть я боюсь Очень боюсь Ведь отомстить-то недолго Только как потом выбраться-то отсюда Двери да запоры заговорены Вместо собак цветных Медведи злые Человечиной кормленные Мимо не пройти Разорвут в момент Мост подъемный сторожат янычары лютые Ни словечка по-нашенски не знающие На лохмотья порежут И выбросят тем же медведям Во рвах колья острые Да гадюки змеи кишмя кишащие А и крыльев нет Чтобы рвы перелететь эти Отомстишь Да навеки и сгинешь здесь За дверями шум Это он проснулся Не как меня ищет Кричит в дверь Иду, господин Уже иду Новую былину спою сегодня тебе Спать крепко будешь К Натальюшке Потерпи Вернусь как смогу скоро Ну, а если он заявится Не пугайся Улыбайся Песню пой Помнишь нашу? Натальюшка Иди, подруженька Я теперь ему От всего сердца Улыбаться буду с чистой душой Иди Не тревожься Картина Шестая Выходит Скоморох Играющий роль Боярина Костюм Несет в руках Фу, дела Вот какие Братцы-рабятки Устал Притомился Это почище, чем прятки Боярина Прохиндея Мне играть Надоело Вы, поди, тоже устали Смотреть на это дело А давайте Развлечемся Отдохнем А потом опять Смотреть начнем Все согласны Импровизационная игра С детьми Делит их на две половины Кто громче крикнет Бакуня Змея Прозевал Играют Бакуня Змея Прозевал Бакуня Змея Прозевал Появляется Бакуня Звал, что ли, меня кто-то? Не пойму Боярин дает Отмашку детям Они кричат Бакуня Змея Прозевал Скоморох Боярин Исчезает Появляется Обтырка В боевой амуниции Готовый К поединку Со змеем Бакуня Бросается К нему Постой, брат Ты что Один на змея Собрался? Нет Так дело не пойдет Я с тобой Все непременно Обтырка Бакуня, брат А тебе-то зачем? Бакуня Как это зачем? Затем же Зачем и тебе И вообще Друг я тебе Или куда? Обтырка Друг Конечно, друг Самолучий Только мне С помощников Вьентом Дели не надо Мало ли чего Позору потом Не оберешься Уж лучше Я один Бакуня Дразняться Бакуня Змея Прозевал Бакуня Змея Прозевал Зявун Бакуня Бакуня Зявун Не могу Куды не пойду Никто в глаза Не смотрит Все Отвертаются Девки В подолы В подолы Хихикают Бабы Волками Смотрят Мужики Рук Не подают Шапок Не ломают Ой Не могу Или с тобой На змея Пойду Или Удавлюся Я В омут Глубокий Кинуся И пузырей От Бакуни Не останет Ца Ламца Дрится Об царим Ца А возьмешь Меня с собой Не пожалеешь Пригожуся Абтырка Че ж ты Раньше-то Мне Ничего Не сказывал Ишь ты Задразнили Значит Тебя Ладно Пойдем Вдвоем Войску-то Я Алексею То есть Крепко-накрепко Приказ дал Не вмешиваться Как бы там Дело Не обернулось Они Слыш На опушке Стоять будут Так ты Ежели Будет нужда Завсегда Их Сыскать сможешь Ну там Провиант К примеру Пополнить Али меч Подточить Колчан Стрелами Заложить Смогешь Бакуни Ну че ты Меня уж Совсем За мальчишку Держишь Смогу Конечно Не сумлевайся Буду твоим Оруженосцем Пошли Лыцарь Абтырка Дай-ка я тебя Обниму Брат Расстрогал ты Меня Обнимает Бакуню Пошли Бакуня Держись Змеище Мы Идем Картина Седьмая Темница Натальюшки В замке Змея Стремительно Врывается Добрава Взволнована Добрава Подруженька Крепись Милая Змей Мне Только что Ой Не могу Язык Не поворачивается Натальюшка Что Про что Ты Добрава Спасать Нужно Мужа Твого Натальюшка Не томи Скорее Сказывай Что Случилось Приключилось Добрава Змей На битву Собирается Велел Бальзамов Приготовить Дамазей Да Настой Победительный Чтобы К утречку Все Непременно Готов Был Натальюшка А Абтырка Томой Что Зачем Про него Ты Сказывала Добрава Так С ним Идет Завтра На Поединок Змей Натальюшка Ой Напугала Ты меня Подружка Да Все По Пусту Добрава Как же По Пусту Ведь Бессмертен Змей Если Не знать Секрету Не возьмешь Его Ни силой Ни храбростью Ни количеством Ни умением Не боится Он Ни сабли Ни копья Ни стрелы Ни топора Многие Добрые молодцы Бились С ним Да Только Сами Побиты Были Глянь В окошко Все поле Косточками Усеяно И не счесть Им числа И все Белые Это Косточки Добрых Молодцев Лихих Богатырей Чьих-то Батюшек Чьих-то Муженьков Да сыночков Любимых Натальюшка Не Кручинься Подружка Любезная Я Мой Абтырка Не Прост Добрый Молодец Он Куклой Был Сначала Куклу С помощницу Слепил Для себя Дед Гончар Да Оборотил В человека Чтобы Чтобы В немощи Ему Была Опорой А кукла Молодцем Оказалась Да Таким Удалым Абтырка Через Многие Испытания Прошел Сначала Чтобы Меня Спасти Из Беды Вызволить От Болезни Освободить Полюбились Мы Друг Другу И Нет У меня Души Ближе Чем Мой Абтырка Хорошо Слепил Его Свекор Мой Дед Гончар Лучшую Глину Нашел Ладно Слепил Крепко Закалил Положил На него Слово Верное Заговорное Такое Слово Что Никакой Тать Не Страшен Ему Ни Лихой Человек Ни Лютый Зверь Ладанку Повесил Ему На грудь С травкой Хворь Победительной От Любых Болезней От Любых Ран От Сглазу Злого От Черных Помыслов От Темных Сил Добраво Ой Подруга Боюсь Я Все Равно Силен Видать Твой Муженек Абтырка Добраво Батюшку Добраво 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 Что-то Добраво Добраво Сокол Добраво 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 Темнота. Скоморошина, седьмая. Ну что, интересно, что будет дальше? А мы вам расскажем всю правду, без фальши. Чуть-чуть отдохнем и продолжим рассказ. Теперь же антракт. И для нас, и для вас. Продолжение следует...